Наши представления о древних цивилизациях ограничены. Мало известно, что и Медвиговы, мало известны их технологические возможности. В полной мере это относится и к создателям полигональных комплексов. Исучая следы их деятельности, мы исходим из наших представлений, что и зачем они могли бы сооружать, и в итоге получаем что-нибудь знакомое и понятное – храмы и дворцы, крепости, обсерватории, троны. Но во многих случаях трудно, а зачастую и невозможно, представить себе даже аутентичный вид многих из них, не говоря уже о том, чтоб однозначно определить их назначение. Та же проблема с комплектацией комплексов. Не дай Бог, например, все интиоатаны оказались бы разбиты и изуродованы. Мы никогда не додумались бы поместить такого типа камни в полигональные комплексы. Никогда. Нам подобные объекты не нужны. А они были и находились на почетном месте. Строители, в отличие от нас, в них нуждались. Вот в этом и есть главная проблема. Мы можем проводить аналогии только со своими потребностями. Потребностей и возможностей строителей мы не знаем. И в итоге, в процессе восстановления, происходит невольная подмена. Подмена культур и технологий, непонятная, заменяется удобным, таким, чем мы можем оперировать, таким, что соответствует нашему представлению о мире и о том, что его наполняет. А на самом деле мы не в состоянии определить время создания в полигональных комплексах. Блоки не раскрывают возраста полигональных сооружений. И датировки даются по сопутствующим предметам и признакам. Мы не знаем также, как это все делалось. Несмотря на все наши достижения, мы не в состоянии произвести нечто подобное, и уж тем более в таких масштабах. И мы не знаем задач, которые решались их созданием. И если бы нам достались объекты только с завершенным циклом строительства, мы вообще никогда не смогли бы понять многих моментов в создании полигональной кладки. Однако на наше счастье среди сооружений есть несколько таких, где строительство было начато и по каким-то причинам его не довели до конца. Это можно наблюдать в Саксоамане, где многие участки зубцов не были закончены. Это можно наблюдать в Альянто и Тамбо на примере сооружения, которое именует шесть камней. Названа она так по количеству мегалитов, составляющих лицевую сторону. Мегалиты боковых сторон в названии не учтены, они не так бросаются в глаза. Есть целый ряд признаков, свидетельствующих, что многие блоки и мегалиты, использованные в нем, некогда были частями другого скопического сооружения. Похоже, что оно было либо разрушено до основания, либо превращенное какими-то обстоятельствами в негодное состояние, было целенаправленно разобрано также до основания. Из его элементов хотели соорудить нечто насущное и работоспособное, и по-видимому, в чем-то отличное по конструкции, но это почему-то не удалось. К признакам, что блоки однажды уже были использованы, можно уверенно отнести, например, выемки разных конфигураций, которые применяются обычно для скрепления блоков в кладке. Такие выемки делаются по факту сорасположения сочлененных блоков. Пока блок не уложен в кладку, нет никакого смысла их делать. А современное их расположение на уложенных и установленных в этом сооружении блоках не соответствует прямому назначению. Здесь они не функциональны, их присутствие лишено смысла. И по ним нетрудно определить, каким было положение блоков в первоначальной кладке. К элементам-свидетелям вторичного использования мы еще вернемся. Их много, и они разнообразны, поэтому акцентировать внимание на них будем последовательно, по ходу описания самого объекта. Итак, перед нами скальный выход, окруженный с трех сторон мегалитами. Боковые стороны образованы несомкнутыми между собой мегалитическими прямоугольными блоками. Промежутки между ними заполнены рваным камнем. На большинстве из них имеются большие боссы, что очень напоминает мегалиты, использованные Мачу Пикчу в так называемом главном храме. Можно было бы говорить, что мегалиты здесь для того, чтобы удерживать конструкцию сооружения. Но справа нижние грани расположены почему-то на одном уровне. Для этого применена подушка из рваного камня и небольших полигональных блоков также вторичного использования. Так что все могло быть несколько сложнее. От мегалитов могло требоваться что-то еще. Мегалиты, составляющие лицевую сторону сооружения, также расположены на подушке из рваного камня и полигональных блоков вторичного использования. На скальной основе лежат только блоки у основания сзади мегалитов. Они просматриваются справа и слева. Лицевая часть имеет стандартный для полигональных сооружений наклон. А на полу лежит, опираясь на насыпь из рваного камня. Мегалиты лицевой стороны крупнее всех других, что имеются на данном уровне комплекса. Их форма близка к прямоугольной. У всех имеются большие боссы. На пяти мегалитах они расположены по вертикали, только на третьем слева босс на обычном месте, внизу. В норме они все должны были бы располагаться в нижней части мегалитов. И благодаря этому признаку также можно говорить, что мегалиты использованы повторно. И при этом пять из них поставлены на бок. На правой стороне сооружения есть также перевернутые на бок блоки. А между ними и блок с выемкой под стяжку. Мегалит, лежащий справа от вертикально расположенных, также имеют боссы. Их неестественное положение, они обращены вверх. И выемка под стяжку, которая болтается без дела, также говорят о вторичном использовании этого блока. Вертикально расположенные мегалиты, как видим, не примыкают друг к другу вплотную. Они находятся на некотором почти одинаковом расстоянии друг от друга. Пространство между ними заполнено плотно прилегающими вставками-блоками. И эти вставки имеют все признаки полигональной технологии, сконфигурированные поверхности сопряжения и соски в нижних частях блоков. Сзади к мегалитам примыкает ряд полигональной кладки. Она выравнивает тыльную часть, заполняя пространство между первым и пятым мегалитами. Размеры полигональных блоков при этом подобраны так, что создается примерно одинаковая толщина всего сооружения. Для чего это было нужно, совершенно непонятно. Полигональная кладка сзади неполная, некоторые блоки в ней не сопряжены с соседними, хотя уже частично сконфигурированы. У подножия лицевой стороны находятся несколько длинных блоков. При этом конфигурация ступени в правом из них совпадает с конфигурацией ступени на правом крайне мегалите. Это может говорить о том, что верх конструкции планировали выровнять с их помощью. Перед этим сооружением есть еще объект, представляющий из себя также повторное использование мегалитических блоков. Но здесь у них горизонтальное расположение. На этих блоках есть следы быевой соконфигурации и бездельные теперь части выемок для крепления. А на крайнем справа блоке бывшая лицевая сторона с сосками смотрит вверх. Лицевая сторона длинного блока развернута в тыл, хорошо видны следы от прежних сопряжений. Два меньших блока, похоже, находятся в том же положении, что и в прежней кладке. Лицевые стороны и тылы на своих местах, но выемки на обоих также не функциональны. Тыльная сторона облицована точно так же, как сзади шести камней. Видно, что толщина блока вкладки также подобрана с учетом задачи выравнивания общей толщины сооружения. Точно так же оставлено некоторое пространство между телом платформы и сооружаемой облицовкой. Точно так же облицовка не окончена, а там где окончено, пространство уже заполнено. Точно так же и лицевая сторона этого сооружения не окончена. Есть признаки того, что она должна была достраиваться вверх. Очевидно, что их делали по одной технологии, но по-разному. Похоже, что в них закладывали разный потенциал. Есть разница и в способе сопряжения с основанием. Шесть камней стоят на подушке из рваного камня, а горизонтальные блоки жестко связаны со сковой. При укладке и подгонке этих блоков необходимо было что-то делать с выступами и впадинами, которые на них оставались от прежних соконфигураций. Нужно было доводить сочленяемые поверхности до полного соответствия друг другу. Видим, что все не в новых для них положениях и подогнаны под новое место. Кроме того, на них теперь есть и соски. И они все в правильных местах, все снизу. Трудно, а в некоторых случаях и просто невозможно, определить, по какому критерию выбирались мегалиты для этого сооружения. Можно предположить, что в каких-то случаях требовался определенный размер, зато бросается в глаза, с какой легкостью строители обходились с ними. Их явно не беспокоили трудности, связанные с необходимостью придавать мегалитам нужную конфигурацию для полного сопряжения со скалой или для сопряжения разноразмерных блоков вкладки. Есть и вопросы по поводу тонких вставок между мегалитами. Зачем они были нужны, если мегалиты можно было сопрягать непосредственно друг с другом? Чего этим добились? Чего нельзя было бы добиться, просто сочленив мегалиты как на переднем объекте? Странное это сооружение. Это точно не храм, не трон, не дворец, не обсерватория и не церемониальный комплекс. Странная в нем компоновка, расположение и подбор элементов. Все здесь избыточно. Все прямо и во весь голос говорит о каком-то подтексте. Но подтекст этот нам непонятен. Совершенно. Хорошо только то, что оно дает некоторое представление о нюансах его возведения. Можно предлагать сколько угодно вариантов, как его собирались использовать после окончания строительства. И вряд ли какая-то из версий будет верной. Однако есть все же один интригующий момент, который бы доражит фантазию. Если встать спиной к шести камням, представив себя этаким перпендикуляром к их лицевой поверхности, и обрести способность видеть далеко и сквозь горы, то точно по прямой всего в 40 километрах мы увидим Куско и Саксайаман. А еще через 300 километров по той же самой прямой перед нами появится Тиоанако.